Раньше я никогда не думал о том, что в действительности готов заняться процессом усыновления какого-либо сироты на практике. То есть, конечно, я всегда понимал, что это очень правильная идея и что было бы хорошо, если бы я как-то принял в этом личное участие и сделал бы такое хорошее дело. Однако понимал, что у меня не хватит сил и вообще как-то очень важно, чтобы к ребенку испытывать какие-то чувства, чтобы это был твой ребенок, а не сторонний. Познакомившись со Светой, мы как-то начали чуть больше говорить об этом в практической плоскости. У нас уже есть один ребенок. У нас получается искусственная беседа, если мы не говорим о том, что в реальности стал катализатором этого решения. На самом деле, в реальности катализатором этого решения, конечно, стало то, что у нас два ребенка родилось, и второй из них родился больным, прожил всего 4 месяца и умер. И, конечно, мы ощущали некоторую пустоту, потому что мы уже настроились на то, что, в общем-то, мы родители двух детей, и мы были родителями двух детей в течение какого-то времени. И в некотором смысле, наверное, мы решили, что, почувствовали, что эта пустота, это некоторый стимул воплотить в жизнь то, о чем мы до сих пор думали лишь теоретически. И существует момент зачатия. Не всегда родители знают, когда конкретно ребенок был зачат, но, тем не менее, примерно они представляют. В случае усыновления, на мой взгляд, таким моментом становится поход в органы опеки, где проходит первый разговор над тем, что мы хотим усыновить ребенка. Я считаю, что примерно две недели назад или две недели назад у нас состоялось зачатие усыновленного ребенка. А именно, Света сходила в органы опеки попечительства, рассказала о нашем намерении и взяла длинный список документов, которые мы должны получить и оформить в течение ближайших недель и месяцев. Некоторые из этих документов получать достаточно легко, некоторые сложно. В частности, мы должны получить справку из ГУВД, свидетельщую об отсутствии у нас судимости. Этот процесс довольно легкий, но просто долгий. То есть, эта справка оформляется минимум 30 календарных дней. Мы должны пройти всех врачей со Светой и получить свидетельство о том, что мы абсолютно здоровы. Причем сложность этих врачебных справок состоит в том, что они действуют в настоящий момент всего три месяца. То есть, надо так рассчитать, чтобы пройти врачей в тот момент, когда у нас уже готовы все остальные документы, чтобы у нас хотя бы было полтора-два месяца на поиск ребенка после того, как нам дадут разрешение заняться этими поисками. Так получилось, что нам в некотором смысле повезло или как-то все так совпало, что мы попали вот в эту государственную волну, волну государственной компании о том, что, мол, русских сирот должны усыновлять в России, давайте упростим этот процесс и так далее и тому подобное. Возможно, какие-то поправки будут приняты, процесс облегчится. Пока ничего не принято, пока поправки обсуждаются, обсуждается, что надо бы упростить все, но вообще-то процесс остается довольно сложным и, на мой взгляд, он объективно как раз занимает те же девять месяцев, что и вынашивание обычного ребенка. Первые, кто к нам пришли, это комиссия, которая должна была проверить, достаточно ли у нас в квартире места. Техническое состояние квартиры. Техническое состояние квартиры, да? Да, да. То есть, ну как-то, я не сказал бы, чтобы они очень внимательно все смотрели. Пришли мужчины средних лет, которые, по-моему, даже не прошлись по всем комнатам, а так постояли немножко в коридоре, заглянули в одну из комнат. Во вторую, в принципе, квартира у нас типовая, не должны представлять ее размер. Так посмотрели, сказали, что вроде все нормально. Вот мы нашли какой-то один месяц, который, якобы, у нас не оплачен в плане коммунальных счетов. Я им показал счета за этот месяц, то есть счет, оплаченный за этот месяц. И они попросили еще раз прийти уже к ним, чтобы они сняли ксерокопию с этого счета, убедились, что нет долгов. Ну и тогда выдали справку, что предприятия не имеют квартиру, можно еще кого-то вселить. Нет, ну это все, это все равно довольно просто. И они все, то есть, Саша говорил, как будто он оспаривает, я так в ужасе немножко, наше техническое заключение, которое они сделали. Но просто смысл в том, что все по-человечески эти люди, конечно, настроены на то, чтобы как-то помочь. То есть, ну, сделать хорошо. Мне кажется, даже не то, что настроено, но просто это воспринимать как такую абсолютно формальную бюрократичную процедуру, которая никому особо не нужна. Ничего особо мы не боимся. Немножечко, как сказать, двойственное ощущение от того, что наш процесс, который абсолютно непроизвольно вырос внутри нашей семьи, совпал с вот этой государственной компанией на тему сирот, на тему усыновления. Никакого пока особого вреда я от этого не вижу, конечно, и даже может быть пользы, если действительно они как-то попытаются облегчить процедуру. Но немножечко так внутренне в каких-то органах, когда туда приходишь, может быть такое ощущение, что кто-то это воспринимает, мол, ну как, люди насмотрели телевизор и решили усыновить. Вот это не так в нашем случае. Ну, боится, это все-таки громкое слово для этого. Ну, это может быть как-то неприятно. Да, это не боится, конечно, это вообще ничего страшного. Ну, подумать так, раз, и подумать. Ну, вот внутренне, пожалуй, это немножечко может быть неприятно, если у кого-то будет такое ощущение. Не знаю, мне кажется, что вообще мы, ну, как сказать, у нас такая странная жизнь, вот, но после всего странно чего-то бояться. Но мне кажется, я боюсь, ну, как обычно, ну, как любая мама. Я такие же чувства испытывала, например, с предыдущими своими детьми, когда я знала, что, например, у нас будет ребенок. Но я боялась, как всегда, какой он будет, что, ну, как бы, конечно, хотелось бы, чтобы он, ну, был там, не знаю, здоров. Нет, дальнейший процесс, что будет после того, как мы уже весь этот процесс пройдем, у нас 5 ребенков, нет, там очень много страхов, и там, ну, все, что угодно может быть, конечно, ну, это такой шаг неизвестности, в общем, для нас мы понимаем, что будет нелегко. А может быть, очень легко. А может быть, очень легко, да. Ну, как бы, ну, мы вступаем на некоторую новую тропу, на которой нас, ну, может, подстегать много неожиданностей. Но очень важно, что тут, на самом деле, я боялась, там, ну, как будут поддерживать наши родители, как они к этому решению отнесутся, потому что этого решения важно принимать всей семьей, иначе не может быть. Это же будет их внучка или внук, там. И мне, ну, как сказать, приятно, что нас родители очень в этом поддерживают, и, ну, с нами как-то будет проходить этот путь, поэтому мы не одни, и, ну, как бы, поэтому нам не страшно.